Да я буду достануть ее с земли, я просто возьму, просто пристрелю. Попрошу тебя соблюдать субординацию. Засунь себе бабки в очко, я ему сказал. Чревато последствиями. Александр Северин. Ты что-то хочешь мне за это сейчас предъявить, что я не понял? Да я тебе уже предъявляю. Ислам Жангаразов. Не надо, она мне так смотреть и так разговаривает. Я буду рассказывать, я буду рассказывать. Я буду делать так, как я хочу. Не надо смеяться, не надо смеяться. Чего ты? Да присядь, что ты подрываешься? Слышь, пацаны, стоп. В центре Москвы. Пошли, раз ничего не будет, пошли, раз ничего не будет. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов. Рядом, как всегда, Леша Махно. Это очередной выпуск программы «Хук вам». И в гостях у нас сегодня люди, которые дерутся и без перчаток, и на перчатках. Но в данном случае, прямо сейчас они в статусе боксеров, которые 28 октября встретятся в финале проекта «Однажды в ринге». Александр Северин, Ислам Жангаразов. Парни, еще раз. Приветствую. Всем привет. Так получилось, что ваши карьеры, они шли немножко такими разными путями. У Саши она была преимущественно связана с топ-догом. Ты, Ислам, в разных лигах выступал, но тоже в основном в хардкоре тебя видели. И как будто бы ваши пути там раньше не пересекались, но вот Ислам, с ним раньше были связаны разные шумные истории. Вот, Саш, на твои радары он когда впервые попал? То есть, когда ты заметил для себя вот такого бойца, как Ислам, Жангаразов? Ну, в первую очередь хочу сразу сказать, расставить все точки по местам, зная Ислама уже по всем его предыдущим и последующим конференциям, разговорам. В общем, хочу сказать, что я сам в нашем диалоге в данный момент попрошу тебя соблюдать субординацию, ну, и без всяких там выходок, потому что это чревато последствиями, понимаешь? Чревато последствиями. Ну, без этого, без грязного трэш-тока, там, без всяких вот этих моментов. Я про субординацию. Все зависит от тебя. От меня, что зависит, я буду делать приемлемо. Ты будешь вести, так и буду вести. Я буду делать приемлемо. Я за тебя говорю сейчас просто. Заранее тебя предотвращаю. От чего предотвращаешь? От всяких неправомерных и необдуманных действий. Ладно, ты мне не будешь говорить, что мне делать. Я сам прекрасно знаю, что мне делать. Отвечу на твой вопрос. За Ислама я особо не слышал, там, никогда, в принципе, не интересовался его спортивной составляющей, там, за него услышал и узнал его, когда у меня состоялся поединок, а, или у нас какое-то было мероприятие, мы увидели с Исламом там, в Питере. Вот, собственно говоря, тогда и узнал за него уже, ну, более так подробно и понимал, что в дальнейшем мне предстоит с ним встретиться. Вот, а так, ну, где-то мелькал на просторах интернета, ничего интересного, ну, не возникало с его стороны, он как боец или как там какой-то интересный человек, ну, меня лично никак не заинтриговал, вот, в общем, вот так вот я за него услышал. А на основе чего ты решил такую ремарку сделать, к Исламу обратившись, ну, по сути, да, перед началом выпуска, сказав, что, то есть ты видел какие-то моменты или, там, исходя из чего сделать? Ну, не будем таить греха, что мы знаем, как Ислам бывает, ведет себя. Я веду себя себя по факту. Тем более у нас уже имелись с ним стычки в соцсетях, поэтому предотвращая вот эти все нюансы, я сразу предупредил. Если я захочу, я буду говорить, как кайф. Ну, я тебе сказал, ты меня услышал, а там поступай, как считаешь нужным, вот и все. Ислам, а на твои радары, Саша, как боец, когда попал? Потому что у него, знаешь, из всех историй, наверное, таких медийных, вот именно таких, массовых, была вот история с Вячеславом Дациком, приключилась, и после этой ситуации, как будто бы про Сашу больше людей узнал. В Санциком случилось. Ну, когда они на песке подрались, ты не видел? Нет. Тогда с какого момента Саша попал на твои радары? Ну, когда в Питере предложили четверку, тогда я увидел. А, то есть ты первый раз был? До этого? Да, я особо так не смотрел. Я Макса знал, и его бои смотрел как-то раз. С Астерой, этому кажется. А наш бой смотрел? Вашего не смотрел. На кулаках? Нет. Ну, у нас, в принципе, один бой был. С Максом, да? И потом не смотрел? Или вообще не смотрел? Потом смотрел, вот недавно так, мельком. А, просто ты сказал, что не смотрел? Смотрел? Нет, так. Я знаю, что они дрались. Саш, твои пути с топ-догом либо временно, либо навсегда разошлись, пока еще непонятно. Ислам совсем недавно туда ворвался, поединком против Олега Фомича. Скажи, видел этот бой, и какое впечатление, в принципе, у тебя оставил поединок? Конечно, видел. Да, мне очень волновало это противостояние, так как я знал, что мне с Исламом придется боксировать. И очень было важно, чтобы он вышел оттуда в целости и сохранности. Это было очень важно. Не, ну, по сути, а что ты смеешься? Если бы ты упал, то неизвестно, как бы. Упал, а чего? Если бы ты упал, то неизвестно. Или там травма, ну, все могло бы быть. Я туда и так с травмой вышел. Я и тот предыдущий бой с деревянкой делал, я вышел, падался. Не перебивай. Я, заходя на бой с деревянкой, тоже там где-то, ну, усваивал такой момент, что нужно очень внимательно следить за своим состоянием и не падать там, и постараться без травм, потому что меня ждет в дальнейшем противостояние по боксу. Вот. Ну, а за бой, что хочу сказать. Ну, все видели этот поединок. Я присоединяюсь к мнению большинства, что, в принципе, я уже высказывался на этот счет. Ничего бойцовского там со стороны Слама я абсолютно не увидел. Чрезмерное уважение, там обнимашки, там, как обычно, пятился, там, он назад. И, в общем, его поединок, ну, в принципе, он и был ожидаемым, что он пройдет в таком формате. А может, он себя просто выбрал такую манеру аккуратную, приберегал для вашего поединка? Правильно. Вот это вот здесь я должен тогда, если это так и есть, тогда это правильный поступок, чтобы сохранить вот этот дальнейший поединок с нами по боксу, со мной по боксу. Тогда это правильное решение, чтобы он не шел на рожон там и не получил там большого... У меня никогда... Я во всех боях отдаюсь на 100%. И все прекрасно знают, что я там дрался с надрывом коленем 75%. И в предыдущем бою с Максом ВДВ, когда я боксил, я дрался с надрывом коленем, я боксил на одной ноге. То же самое в этом бою я боксил на одной ноге. Я вообще тренировался к этому бою, вышел, подрался и показал то, что показал. Хоть там и говорят, но все мне предвещали в этом бою нокаут в первом раунде. Но вышел, сколько раз мне попал Фомич, ни разу не смог уронить. Там не бывало, что я жалел. У меня никогда не бывает, что я выхожу и там жалею себя, а, у меня тогда это будет. Я выходу и отдаю полного себя,какого нету будет. Любой бой. И травма, я пофиг, я выхожу с травмой, у меня нет такого, что какой-то заболел. Это заболеет, там ногу заболело, там пальц вылоснулся, или мне такого не бывает, или волосы упал. Я выхожу, дерусь. Да кто против? Я сказал свое мнение со стороны, как я видел этот бой… Я наше, что ты будучи бойцем Топ Дога, смотри, ты будучи бойцем Топ Дога, ты будучи бойцем Хардкора. Поэтому ничего лишнего я не придумал. Это уже о чем-то говорит. Это о чем-то же говорит. Ну, об этом, кстати, ригбист потом и высказался. Да, он в конце четвертого раунда. Он сказал свое мнение, высказал. Вы на эту паражу пришли сюда смотреть. В этом рамке. Бойте, байте, байте, байте. Один подром. Будем улыбаться друг другу. Да что это просто ригбист? Обычный, обычный шоумэн. Он просто пытался делать шоу, все. Все видели этот поединок. Ты вышел с травмой. Ну, я понимаю, многие бывают выходят с травмой. Ты почему тогда не выходишь против него? Почему тебя не поставили против него? Поэтому я как бы ничего не говорю. Что в этом плане, да, молодец. Вышел с травмой. Ну, красавчик. Отстоял там все пять раундов. Но я тебе объективно... Не отстоял, я выиграл там два раунда, которые показали два макарышка. Хотя в принципе я считал, что там три раунда. Этот поединок, ну, вообще он ничем для меня, с твоей стороны абсолютно никак не запомнился. И с Максом вы дрались, и здесь ты дрался. Если это был такой план на бой, то базара нет. Потому что ты должен драться там вот по боксу через месяц буквально, чтобы оставить себя в целости и сохранности. Это был, возможно, такой правильный подход. Возможно, правильно. Ну, не сильно храбрый. Ну, сечки на его стороне и на моем лице говорили о том, что мы никто никого там не делали. Да сечки это такое дело, знаешь. Сечка там... Да, как бы ни было там. Пальцем зацепи, сечка растянет. Любой человек, кто посмотрит там первый раунд, где-то я пропускал такие удары, это уже говорит о том, что... Ничего ты там не показал. Ни в первом, ни во втором, ни в третьем, ни в последнем. Абсолютно. Единственное, в пятом раунде вы там, ну, показали активность. Ты свой бой на боксе, да, на хардкоре, который ничего не показал? Не знаю, там постоянно убегал от пацана, который весил, не знаю, там 85 килограмм. Да, ты внимательно смотрел? Я внимательно смотрел. Ну, пересмотри еще раз. Я еще и присмотрел. Ты абсолютно ничего не сделал. Он просто на скоростях тебя перебивал, постоянно шел на тебя. Парень красавчик, он профик, он мастер спорта по боксу. Я считаю, это очень сильный соперник. И я показал там отличный бой, я показал все свои хорошие качества. И все говорят, что этот бой вообще, ну, другой уровень. Да у кого бы не поинтересуйся, хоть у ребят, кто смотрел, поинтересуйся. Это ты сейчас рассказываешь. Ну, я был на этом поединке. И что, как скажешь? Это ты сейчас рассказываешь, чтобы как-то пытаться оправдать свой бой против Фомича. Понимаешь? Я против Никоня Бадова, я вышел. Все видели этот бой. Все видели этот бой, он останется, и все. Не принимай близко к сердцу. Потом еще покажешь. Я ничего не понимаю. 28 килограмм. Еще потом покажешь свой. какой-нибудь там профессиональный или непрофессиональный, не знаю, свои возможности. Нормально все. Как показал, так и показал, что смог, то сделал. Ты тоже самое. Что мог показать, то и показал против пацана, который вес 285 килограмм так, что... Да откуда ты знаешь, кто сколько весил? Ты что, был на весах, что ли? Ты сейчас рассказываешь, что сколько весил. Я прекрасно знаю, сколько... В каком весе он дерется? تم А он меньше, чем ты, ты понимаешь? Да и что? Есть люди тоже говорили, а, посмотри там бой, да он выиграл, потому что он выше. Это что, аргумент? Посмотри на Тайсона, который выходил ниже всех, и он ломал соперников. Да много таких примеров. Давай возьмем того, что Тайсон дрался в тяжелом весе, он был тяжеловесом. Что? Да какая разница, кто больше, кто меньше, кто выше, кто ниже. Есть профессионализм, есть много составляющих. Конечно, твоя опараметрия решает, конечно, 100%. Но мы вышли по договору на определенных условиях. Все, у каждого, у всех условия устроены. То же самое, как у меня, да? Я не знаю, как у тебя, ты вышел с Фомичом, ты показал свой уровень. С Фомичом, которому все боялись выходить. Я по этому уровню. Я по этому уровню. Я высказал свое мнение. Ты по моему боксу высказал свое мнение. У нас будет 28-го бой. Вот и там порешаем. Вот и там мы увидим, и покажет каждый свой уровень. И по боксу там, и не по боксу. Вот увидим, и кто что покажет. Да увидим, конечно. И увидишь ты. А, увидишь ты. Хотя ты ничего не сможешь видеть. И не успеешь увидеть. Да ты что, такой уверенный. Настолько уверенный. На 100% уверенный. На 100% уверенный. На 100% уверенный. Ну хорошо, оставь свою уверенность. Она тебе пригодится в дальнейшем. А сейчас важная информация для тех, кто увлекается ставками на бокс, ММА, кулачку и прочее единоборство. Беспроигрышная ставка до 3000 рублей по промокоду SAVE3 для всех новых клиентов от нашего партнера Бэтсити доступна прямо сейчас. Регистрируйся с промокодом SAVE3 и забирай бонус. Ссылочка в закрепленном комментарии. Ислам, вот затронул Александр тему как раз того, что рэкбист во время боя такой перфоманс устроил. А вот мне интересно, что в момент этого ты чувствовал? То есть что переживал? Насколько это воспринимается? Я ничего не чувствовал. Я же ему вырезал. Я ему ответил. Засну себе в жопу. Обратно бабки ему сказал. Я там не за бабки дрался. Я дрался. Я хотел драться с лучшими. Я хотел драться с чемпионом. Вышел, подрался. Он там что-то дышал. Там бабки не отдам. Я ему сказал. Засну себе в бочко бабки. Я ему сказал обратно. И все. Ничего там такого не было. Хотя это там не выставили, не вырезали. Потому что рэкбисту не выгодно свое эго задеть там. Тоже самое на конференции. Я ему очень много высказал. Им было неприятно. Мой друг высказал. Им не было неприятно. Они им вывозили этот шток. Они просто взяли, все вырезали. Выставили так. Как будто они там вот такие гангстеры хорошие. Там наигранные такие. Понимаешь? Все. Я не приходил драться за бабками каким-то. И приходил драться с чемпионом. Отобрать у него персень. Я пришел. Я подрался. Подрался. И все. Без чего угодно можешь качать там. Да ты помолчи сейчас давай. А как ты его собирался отбирать? Задним ходом? Как ты его собирался отбирать? Не ходе просто. Так же как и вот ты задним ходом. Как собирался у этого пацана забирать? Будет тоже самое. Что забирать? Что ты сейчас переключаешься? Я тебе вопрос задаю. Как ты собирался забирать? Не за бабки он выходил. Типа для тебя бабки это не аргумент что ли? Или ты не за деньги дерешься? Я за деньги дерусь. Я всегда этого не отвечаю. Я как лицемерный говорю, что я не за бабки дерусь. Я за бабки дерусь. Всегда за бабки разрешает. Ну, когда он сказал, я ему сказал. Заснусь себе бабки в очко, я ему сказал. Я сказал по факту. Я смотря прямой эфир не слышал этого. Может быть ты тихо говорил. Видно, что я с ним что-то говорю. Хоть ты не слышишь, я ему обратно отдаю. Там все слышали. Да не важно, что ты говорил при этом. Еще как важно, что я говорил. Он сказал по существу. Ну, сделал как бы на этом акцент. Да он просто обычный хайпажер. Он просто пытался там зрителей как-то развлечь. И все. Он обычный шоумен. Я его понимаю. Он молодец, красавчик. Сделал то, что в свою работу. Он конечно, ему надо было развлекаться зрителей. Давай не будем заниматься за глаза. Его сейчас нет. Я не знаю, будешь ты говорить. Ему в глаза это или нет. Я все кайф кому угодно могу говорить. Ну, будет. Скажешь там. Какой он, всякий. Всякий. Разный там. А тебе, кстати, у вас же договор был. Пари. Если Фомиш тебя не уронит, то 100 тысяч тебе выплачивают. Выплатили тебе 100 тысяч? Не, я ему сказал. Пусть отдать куда-нибудь. Чтобы отдал кому. Но он решил. Я ему сказал. Оставь себе. Он решил оставить себе. Потом он позвонил. Давай. Говорит. Ну, отдадим. Забыл этого парня, который ногу сейчас этот. А. Эмиль. А. Эмиль. Да. Бахшиф. Он сказал. Может ему. Я сказал. Давай, да. Это будет лучшая идея, чтобы отдать ему. Потому что у парня сейчас проблемы со здоровьем. Ну, пацан отхался без ноги. Карьеру. Ну, блин. У него новый этап жизни получается. Ну, блин. Сложно сейчас ему. Я сказал. Ну, да. Я думаю, это будет лучше отдать ему это сейчас. А. То есть, ригбист предложил себе такую историю. И в итоге деньги пошли туда, да? Ну, да. Скорее всего, они дадут ему, да. Вот, чтобы, значит, дойти до боя с тобой, Саша прошел по дороге вот по этой посетке Ивана Майденчука. Достаточно уверенно. Победил досрочно. Видел ли ты этот бой? Впечатлило ли тебя то, как Саша разобрался с Иваном? Как сказать? Ну, неплохой бой просто у этого. Ну, хороший бой был, в принципе. Не было там ничего говорить, да. Лицемерить там. Это что, что он такой, сякой. Хороший бой показали. Просто, в принципе, у Майденчука функционала не хватило. И все. Ну, не подтянул и не подтянул. И все. Саша, ты такую более жесткую рецензию оставлял на бои Ислама с Максом ВДВ. Что передвигались там как тюленя и все остальное. Можешь так более развернуто рассказать свое мнение по этому поединку? Повторить свои слова. Ну, не повторить скорее, а даже просто развернуто их. Как бы, если провести аналогию, мне показалось, что боксируют там не боксеры в ринге, а тюлени. Да? Потому что у тюлени ласт и вот эти вот. Вот вы там, собственно говоря, так и показывали этот бой. Никакого бокса я там не увидел. Это не значит, что я называю тебя, Макса, тюлени. Я с ним хорошо общаюсь. То есть, я имею ввиду, такой бокс, он чем-то напоминал, знаешь, вот эту возню. Вот абсолютно никакого там профессионализма я не увидел. Ну, если захочешь, мы с тобой проведем на гол кулаках. Мы посмотрим, кто как будет двигаться. Придет время и на кулаках подеремся. Что ты мне сейчас об этом рассказываешь? Вообще свободно. Слушай, я как бы понял, что у тебя там была травма. Может быть, это повлияло там на эту манеру боя. Там то, что ты показывал. Вот, возможно. Возможно. Пересмотри мои другие бои тогда. Да я смотрел еще один бой там с Асланом Асбаром. Больше я там особо не смотрел. Еще другие бои. Мне там каких-то боев, ну, я не увлекаюсь твоей там, твоей карьерой. Я просто гляну, посмотреть, что ты можешь показать, какое противостояние тебя ждать. Я для этого, собственно говоря, и посмотрел. Вот, мне хватило несколько боев, вот, чтобы понять, что ты из себя представляешь как боксер. И за вот эту историю, я же скажу еще раз. В ринге я не увидел никакого бокса. Вот, возможно, это послужило там причиной, возможно, у вас там послужило причиной травмы. Твоя травма, возможно. Ну, не знаю. Ну, как получилось, так получилось, видишь. Просто такая тенденция там с Максом, там с Фомичом, что-то у тебя со здоровьем. Может, тебе надо немного подлечиться. И надеюсь, что ты на наш бой выйдешь в полной боевой готовности со здоровьем. У меня и 50% хватит на тебя. Ну, дай бог, дай бог, посмотрим. Я просто хочу, чтобы ты вышел в полной боевой готовности и показал хороший бой, а не пятился назад. А, ну, посмотрим, кто будет пятиться назад в нашем бою. Ислам, на начальном этапе своей карьеры у тебя были яркие поединки, были финиши. Сейчас такой этап, что вот поединок с Максом ВДВ, с Фомичевым их не назовешь очень яркими. Ты говоришь, что были травмы, при этом ты выступаешь достаточно часто. Взял такой высокий темп выступлений. Не кажется ли тебе, что, может быть, организм капризничает, дает сбой, что слишком частый темп, немного из-за этого ты избавляешь в качестве и, соответственно, результат немного хромает? Ну, может быть, я, потому что вот после этого как раз хочу взять перерыв на месяц, на два, и будете на другой бой уже более готовым, более подготовленным, отдохнуть чуть-чуть и выскочить, может быть. Ну, потому что я до этого вот провел один бой, потом в следующий раз сразу, спустя две недели, я подрался, поймаю, и когда я дрался, у меня, ну, произошел снадыр, вот здесь бокал сказали связок, и уже вариантов не было, потому что уже там у нас следом состоялся с Максом, это уже везде бой раскачали, раскрутили, и не надо было выходить драться, я решил, хотя парни меня отговаривали, тебе зачем это, тебе зачем это, ну, блин, странно, я говорю, ну, блин, мне от ноги хватит, я сказал, выскочил со мной другую, отбоксировал, как отбоксировал, ну, не важно, что я сделал, в итоге я выиграл. Вот у Саши спортивная карьера такая публичная, она началась так на храпом, он сразу же ворвался в голые гулаки, сейчас уже и в боксе, в том числе, у тебя как-то более плавно развивалась карьера, ты вот именно начинал прям с профессионалов, с лиги там AC Young Eagles, тогда это была еще Berkut Young Eagles, и, по сути, у тебя там все складывалось неплохо, но потом ты раз и переключился на вот на кулаки, на там, хардкор ММА, на бокс, а почему не продолжил вот по этой иерархии двигаться? Не, объясню, я тогда выступал, да, AC не Berkut, а я AC Young Eagles именно, у меня были проблемы в том, что не могли найти мне соперников, ну, я на 7-7 килограмм выступал, ну, не могли найти соперников, каждый раз у меня кто-то слетал, в течение года я согнал, что-то поймал, около 10 раз весь, 10 раз я гонял весь, и каждый раз у меня слетал соперник, каждый раз у меня что-то случалось. У меня уже это надоело, и когда мне предложили на замену выскочить на хардкор на кулаках за два дня, я вообще думал, когда ехал, я думал, поймал, буду драться, переехал, заскочил на кулаки и подрался, и просто мне понравилось, залетел, ну, а что простаивать, надо драться, вот пошел, поехал. Угу. Просто проблем профессионал знает, в чем, они, ну, допустим, на хардкоре, да, на том же хардкоре, если у тебя слетел соперник в зембоя, тебе найдут замену, если у тебя в Янг-Иглсе слетел соперник, ты просто останешься без боя и без денег, и все. А не выплачивают разве страховку за выход? Вообще ничего не выплачивали. Смотри, ты перешел сейчас, скажем так, в кулачку, в поп-ммэ, вот в этот сегмент. Нет, поп-ммэ не называется, при мне это слово поп-ммэ, я ненавижу это слово. Ну, будем говорить просто там бои на ютубе, да? Просто бои, обычные бои, не обычные на ютубе, всегда обычные бои, как бои и все. Ты перешел сейчас немножечко в другой сегмент, если сравнивать в плане заработка, дохода твоего. Бои, скажем так, в традиционном ММА и вот в кулачке, в этом направлении где ты себя комфортнее чувствуешь? Где ты больше, скажем так, получаешь отдач? Я комфортно себя чувствую везде, но именно вот в плане денег всего, конечно, в кулачке намного больше, в разы больше я полючаю. Ну, ты говорил, что за дебют на хардкоре ты получил там 30 плюс 30. Да, а если сравнивать с Эсей и Янг Иглз, то есть вот порядок цифр… То же самое было. Да, тоже те же. То же самое было, да. Короче, сейчас ты просто вырос в гонорарах по сравнению с тем, что было… Ну, учитывая, что вот после боя с Хадисом… У меня второй бой уже был, я выходил на замену там с Хадису за два дня вот тогда. Тяжелый вес я выходил тогда как раз. Я как-то от 77 быстро скочил на тяжелый вес. Ну, ты перескочил, да, там, две категории, три категории даже. Да, мне предложили с Хадиса, я вообще думал, на 90-30 предложили, я приехал, сказали, тяжелый вес. Ну, раз приехал, что отказываться, погнали, поддерживаемся, что, Хадис, не Хадис, тяжелый вес, какая разница, ушел, подрался. Просто, ну, вот после Хадиса и у меня как-то уже и гонорары вверх пошли чуть-чуть. Ну, вот ты дрался, да, в Эсей и Янг Иглз еще в 77 килограммов, и ты как будто для 77 вот прям хорош по антропометрии, высокий, там, раз чуть подсушился, а сейчас ты выступаешь там, 93, тяжи. И это от того, что просто уже вот надоело гонять вес или там всякие конкурты? Может, чуть-чуть надоело гонять, потому что я же говорю, я за то, что слишком много гонял вес из Тальбана, мне потом это чуть-чуть надоело, ну, блин, и у меня сейчас слишком часто бои проходят. И мне постоянно гонять на 77, это уже, ну, блин, слишком много времени и так далее занимает. Хотя, если я постараюсь и сейчас могу согнать, я думаю, если хорошо постараться. 77? 77. А прямо сейчас ты сколько весишь? Около 103. Ну, я долго, у меня простой два месяца воин тренировался, я же говорю, хоть и дрался, и тренировался, но что-то набрал веса. Поэтому. Саш, ты тоже взял достаточно высокий темп в плане выступлений после ухода из стоп-дога. В июле Майданчук, в августе Гладун, в сентябре кулачки с деревянкой на RCC Hard, в октябре будет Ислам. Скажи, вот, в плане доходов именно с поединков. Ты вышел на тот уровень, который может, ну, комфорта обеспечивать уровень твоей жизни, вот как ты привык? Ну, если брать год назад и сейчас, то уровень, естественно, поднялся. Вот, это благодаря, могу выделить моей команде, моему менеджеру, вот, совместной работе мы смогли подобрать такие определенные ключи и произошел рост. Вот, ну, что сказать, я могу сказать, что всегда есть к чему стремиться, но, тем не менее, сейчас, на данный момент могу себе позволить не работать и уделять свободное время и вообще все время тренировкам, где могу показывать потом из-за этого свой прогресс и все остальное. Также могу похвастаться, ну, купил машину, как бы, это уже показатель, что есть какие-то преимущества, есть какой-то, вот, определенный рост. Ислам, вот, Север, когда только-только пришли, выделил как раз в тебе такую черту, да, вот, с чем у него ты ассоциируешься, с тем, что вот какие-то конфликты происходят, скандалы и все остальное, ну, и действительно, если так полистать, да, часто у тебя возникают с кем-то такие прям жесткие перепалки, достаточно жесткие. Ну, да, но если так взять, это не я начинаю все, если так взять, это не я нахожусь инициатором всего этого. Всегда кто-то начинает, там, газовать, ну, не знаю, там, что-то не то рассказывать, там, конечно, я вспыльчиваю, конечно, могу там и втащить, и втять, и подраться, и торшточить, конечно, ну, нихрена себе, если кто-то себе личное позволит, я что, буду молчать, что ли? Ну, вот, мне интересно, да, анализировал ли ты это, ну, эти ситуации? Я так скажу, знаете, знаете, я так скажу, если тебе кто-то личное позволит, я не стану там на камеру что-то выяснять и так далее, я просто выйду и просто, ну, да, я бы достану все с земли, я просто возьму и просто пристрелю, мне плевать, ну, я хоть и сяду в тюрьму, а сделаю свою работу, ну, блин, ну, я никому не дам себе так обращаться с собой, ну, не грязно, никак по-другому, мне, в принципе, плевать на это. Ты хочешь сказать, извини, перебью, ты хочешь сказать, что ты можешь себе позволить лишить человека жизни, пристрелив его? Если человек себе будет позволить какой-то, знаешь, грязь, приходить, знаешь, семья, скажем, семью, не семью, там, ну, что-нибудь такое, там, любой человек пойдет на это, любой человек, если кто-то, за любых не говори, все равно, говори за себя. Да, неважно, как бы не было, если кто-то моей семьи тронет или за день, там, что-то такое, знаешь, там, неприемлемое, поверь мне, я что угодно с ним сделаю, поверь мне, я его с земли достану. Не, ну, ты сейчас берешь именно такой аспект за семью, а ты говоришь, если меня там заденут, я же поинтересовался, что ты говоришь так свободно, подожди, ты говоришь так свободно, если там какой-то косяк, там, будет что-то там, какое-то в мою сторону будет высказывание, я его пристрелю. Просто ты-то не уточнял, не уточнял, там, что именно касаемо семей. Ну, понятно, что просто так, нет, нет, постой, я же и хотел понять, что ты, настолько ты способен забрать человека жизнь, лишить его жизни. Не обязательно забрать жизнь, пристреливаешь, понимаешь? Ну, как ты можешь пристрелить по-другому? Как пристрелить? Когда кто-то перейдет на черту, ты поймешь? Это кто-то перейдет на черту, ты поймешь? ну что ты за человек как ты вообще себе это позволяешь там и рассказываешь там могу пристрелить просто ну надо в словах тебе немного это поаккуратнее быть поаккуратнее мысль поаккуратнее ты что-то хочешь мне за это сейчас предъявить что я не понял да я тебе уже предъявляю ты не сможешь не предъявлять и пойму ты не можешь ответить на мой вопрос я я у тебя я у тебя спрашивают и говорю и ты отвечаю что конкретно за семью за мою если что-то честь мой трон я вот этого не оставлю так говорит тебе понятно ну так и уточняй за такие моменты а то понятно то что рассказывает что кто меня за день до того могу пристрелить это слишком громко сказано это вообще не громко сказано значит я плохо знаешь еще да я тебя не знаю я просто как бы удивляюсь у тебя знаешь есть люди которые выдают желаемое за действительно соответствовать своим словам что ты хочешь никогда никто не задевал твою честь каким образом надевать честь на клиенту я откуда знаю каким образом ну я откуда знаю тебя спрашивает беран ест никогда не было такого чтобы тебя тварь задевали честь таким образом могут надевать ну оба сучу не но словах наставах как допустим как я че ты у меня спрашиваешь у тебя были такие ситуации начinctions не было не был а значит не было так что они так делают мы оскорбляли там что-то знаю там могли там мать ни разу в жизни не было когда было приведи пример хоть раз я у тебя интересуюсь значит не было значит не было ну я понял я я не слежу за твоей карьеры за твои за твоими пресс-конференциями просто мне кажется что где-то могло там происходить подобное где человек мы могли там задевать честь ну смотря для кого для каждого понятия честь у всех она по-разному хорошо тебя может быть это не то понимание которое есть у меня да хорошо значит и не вырос там я вырос там где я рос тебе вообще там уже не бывать и ажан она давали родня сказание это почему я рассказываю сам вот у тебя была такая достаточно жесткая ситуация на один из самых жестких конфликтов с колтуном и там если посмотреть вот пресс-конференцию нашего дела люди в основном поддерживали колтуна не поддерживали тебя и у многих возник вопрос по поводу этой истории что как будто бы ты задел его отца да и там естественно взялся да 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 и там люди писали что мол вот там задевать родители это последнее дело все я родители никого не заделая сказал твой отец мне постоянно пишет угрозу я сказал ну я просто рассказал я не хочу отвечать взрослому человеку тем же он мне писал каждый написал оскорбление взрослый человек я не знаю сколько мед질 зорус человек не пишет каждый день к я просто не хочу затем появал каждый my educator я подписала грязные вещи ну были я думаю же его но был взрос человеку и переходить переход игр bitcoin дома им говорю и скажи своему отцу говору чтобы не такие вещи написал говорят что как бы он врос и взрослых скорип из номера прямо и уже придёт город там же я не поставил что он взрос и не взрос уже там же можно с любим поговорить с учетом приедет он сказал меня он сказал меня с отцом чем общего нету все это не ко мне вопрос я после это сказал хорошо всем некие тени твой просто да все чем не год я просто взяла его отца заблокировал что мне не описывал все это не интересно так можно было сразу так сделать видишь ты говоришь с одной стороны которая касаемо тебя там честный через марта через история матери написал я чё должен каждый страниц искать там блокировать это все не знаю что ты должен просто то что в цели чем все сами запакировал все вы в итоге до боя с колдуном дойдете дойдем 24 ноября у нас будет бой потаски права на нашем деле нашем деле а в итоге там делают поединок просто буквально договорю нас я должен был вообще симпатраться 11 октября у меня колено я не могу даться именно потасим то что чуть что какой-то дар попустишь все колено отлетит поэтому мы перенесли на ноябрь также но ничего не отнесся в силе у на контракт подписан просто остается бой и все мне казалось да у тебя с нашим делом какое то есть недопонимание потому что ты в интервью говорил что вот как только артур ушел пришел армен у тебя как-то начало не складываться и ты вот недавно тоже обращался к организации по поводу боя байеры и фары конечно предъявляем претензию профессионально они пацана просто подбили ну на херню какую-то пацан весь 62 килограмма они подбили его на бой по боксу там название ему как же я знаю просто чё как вы с вами при мне название мудр и то все по каждый на за уговаривали его название вали ему и как я им сказал не соглашайся не соглашался и как он от меня я уехал на сбора то он остался один его надо подбили как-то он вышел и весит 77 килограмм туда еще два килограмма он боксер этот грэпплер не просто грэпплер ставит боксеру мастера спорта чтобы он сим боксировал это вообще ну не знаю что за матч миг не то не профессионализм конечно там будет суета это был хотя бы доземок сделали бы хотя бы там три три по три там 30 секунд партер ну что за дела там 62 против 77 там по боксу еще это непрофессионально у меня я я говорю у меня все лиги ненавидят хотя всегда говорю правду я буду говорить правду тоже как есть хоть путь ненавидят меня и вообще плевать для мета бизнес не всегда есть где подарок там у любого места подраться если не закроют где-то дороге плевать я не только этим зарабатывай бабки просто ну блин пацаны закидывать 70 под 77 килограмм еще по боксу грэпплер но это чё за хрен это вообще не профессионально еще говорить о Профессионализм это уже вообще не дело. Что за профессионализм? Это не пахнет даже профессионализмом. Близко даже не пахнет. Вообще, ну, как можно так делать? Мне просто сказал, что там был такой бой чуть, ну, то есть основанный на чем-то личном, друг к другу. И парням предложили такой вариант. Они сказали, ну, окей. Ну, то есть их же не завели в клетку, сказали, что поставили перед фактом, вы деретесь там на руках. Изначально этот бой должен был состояться по ММА. Должен был состояться по ММА. Ну, пацана... Ну, им же... Им просто невыгодно было, чтобы он их парень, на контракте, который их парень, тот же Фар, чтобы проиграл. Они понимали, что если поймал, он поддерживается, он может проиграть там 50 на 50 было, хоть как бы не было. Ну, типа, хоть маленький парень, но он хорошо борется, он хороший грэпплер. Они понимают, что он может проиграть. И просто взяли пацана, когда он подбили на эту хрень. У Ислама, в принципе, бывают... То, что она, ты про Колт у нас сказал, ну, и оскорбление. Вот то же самое с ним у нас, когда начался, не я был инициатором, а он мне написал в директе. Он начал оскорблять. И когда я вышел, ему втащил на улице, один раз втащил я ему всего лишь, и сказал, эй, извинись, говорю. Это, ну, я на Моцар тебя втащил, извинись, говорю, за осознание, что ты был неправ, говорю. Потому что ты, ну, переборщил, говорю. Я не хочу... Мне это он сидит на конференции, я довольный, как будто ни в чем не бывало. Еще лига выставила так, как будто я просто не с херами взял и втащил Колтона, и началась драка. Но это же не просто так. Просто так, как я могу взять и начинать драться с кем-то, или просто так взять и улюдать кого-то. То же самое. Конечно, я не выставляю все таким образом, да еще, блин, элементарно. Мы даже сейчас могли всем подраться на руках. Он отказался, точнее, лига отказала делать это на руках. Но при этом он сейчас вышел и подрался на руках с другим бойцом. А в чем тогда прикол, объясните мне. Им важно... Они почему пытаются мне сделать бой по тайским правилам, если мы можем просто сейчас подраться, на руках могли подраться. И он ударник, и я ударник, в принципе. И я кей-боксер, кей-боксер. Я по любым правам держусь. Я могу, я универсальный бойец, я могу и по боксу подраться, могу по тайским подраться. Как по кайфу, так и могу подраться. И все, это мне не принципиально. Саш, у Ислама периодически возникают недопонимания с лигами. Вот сейчас с нашим делом было... До этого была история с хардкором. Он говорил, что в черный список его вносили. У тебя, в принципе, бывали такие ситуации в карьере, когда с лигой, с руководством лиги прям конфронтация такая открытая? Ну, за Ислама не знаю. Я же говорю, не смотрел там, где он и как. Там черные списки. Конечно, я думаю, что у многих бойцов есть конфронтации и недопонимания. Но у меня есть менеджер, который любые непонятки, он их решает, минимизирует. И совместным путем мы приходим к общему знаменателю. Нет, проблема в том, что у меня есть менеджер, и менеджер общается аккуратно. А я просто говорю как есть им в глаза, в цвет, вот в чем разница, вот в чем проблема. И все, я не буду просто скрывать свои эмоции, я вижу что-то, что они делают неправильно, я скажу им в лицо, как есть, хоть они будут ненавидеть, мне плевать-то. Ну, в любом случае, всем лигой во мне нуждаются, они мне звонят, говорят, «Сам, нам нужна история, нам нужны просмотры, нам нужны рейтинги, приезжай, да, извини нас, прости нас, приглашать в любом случае, как бы ни было. Хоть они могут меня ненавидеть, но они даже приносят тот факт, что я приношу по сути, что я делаю рейтинги, не надо смеяться, не надо смеяться». Извиняются и прощения просят. Давай не надо там. Да что не надо, ты какие сказки рассказываешь. Факт, смотри, факт, с того, что я дрался, ты будешь в твоей лиге дрался, с вашим чемпионом, это уже говорит, что они звонили. Кто-то из организаторов, у тебя прощения просит, что ты несешь меня? Прекращай рассказывать, ты вещи какие-то рассказываешь, неправдоподобные. Не прибывай меня, когда я разговаривал, понял? Что? Вообще не прибывай меня, когда я разговаривал. А то что? А то что, в смысле, надо меня перебивать, надо смеяться. ты перебиваешь, я перебиваю. Для меня это смешно выглядело и слышало, что кто-то из организаторов тебе говорит, извини, прости с вам, приезжай к нам. Что ты тут рассказываешь? Не надо здесь усмехаться. Да не надо рассказывать, как мне делать. Я буду делать так, как я хочу и улыбаться, и смеяться. Понял? Ты не будешь... Да ладно, ты мне запретишь? Запретишь. Попробуй, запрети. Да присядь, что ты поджимаешься. Сейчас мы на улицу выйдем, поговорим. Да, выйдем, конечно, обязательно выйдем. Сейчас выйдем, поговорим. Да без проблем. Вообще без проблем. На улице, хоть за улицу. Сейчас выйдем, как бы ты уже разговаривать. Да ладно, не рассказывай мне, я разберусь, как мне разговаривать. Понял? Хорошо, сейчас. И смеяться, улыбаться там. Нашел мне запреты, ставь, блядь. Не надо, она мне так смотрите, и так разговаривает. Ты меня понял? Да ладно, что ты мне тут запрещаешь, я не пойму, что ты меня тут пресекаешь? Что? Зацепиться хочешь? Подраться хочешь, что ли? Да мы подеремся с собой. Подраться хочешь? 28-й год. Конечно, я хочу. Подераться хочешь? Пошли, тогда пойдем сейчас. Да мы вообще свободно. Пошли, пошли, что ты подраться хочешь? Пошли, что ты стоишь? Пошли, пошли. Блядь, только не в моем зале, пацаны. Нет, тормози, Ярик, ты че? Давайте, да запишем парня, а потом уже все. Нет, нет, убери все эти камеры, мы запишем потом. Пацаны, по итогу, зачем вы будете делать бесплатно то, за что вам заплатят деньги? Нет, он же хочет подраться. Пойдем, да запишем, нам осталось-то вообще чуть-чуть. Зачем выходить на улицу сейчас? Ну, то есть, а смысл? У вас через две недели бой. Есть смысл, он же хочет подраться, мы подеремся. Слушай, ну когда мне предлагают, пойдем подеремся, что ты думаешь, я буду стоять? Нет, конечно, не к нам себе, подраться хочет на сцену. Тут камера. Слышь, пацаны, стоп. В центре Москвы. Сейчас все уедут сотрудникам правоохранительных скоростей. Да не, не, он подраться, мы были в спорткале на Бобра-басаде. Это мой спорткал, не надо подраться, пожалуйста. Здравствуйте, здесь Масленин-Брешки, ты представляешь, что я не выеду, что ли? Нет, здесь подраться тоже. Пойдемте просто, запишем, что уже все вышли. и пойдемте-то запишем, и вы сделаете это потом за деньги. Самое выгодное предложение. Зачем вы будете делать то, что вы можете делать за деньги? Что, что, это, что? Мы потеряете 28-го. Боже, мы их подраться. Сейчас это точно по-пустому. Да, мы с вас кубом, Все, пойдемте, пацаны. Да я сразу сказал, тут камеры. Я умрую на камере, зная, что тут ничего не будет. Да плевать на камеры, пошли, раз ничего не будет. Пошли, раз ничего не будет, говорим. Не, сам пойдем до этого. Не, он говорит, ничего не будет, говорим. Он ничего уберет. Нас с собой уберет. Пойдем, вот здесь. Какая разница? Ты думаешь, камер здесь боишься или не то боишься? Сейчас кто-то приедет. Кто-то приедет. Мне вообще плевать, кто там приедет. Что, широкий, что ли? Широкий. Понты вот эти колотить, вот это, меньше всего. Давай, не надо. Давай, давай, я тебе предложил, ты сам зашел обратно. Да, а что мне стоять, вот это там стоять, вот это. Хорошо, хорошо. Пуха накидывай, ты. Ухарикат на себя накинул, блин. Вот вы будете драться в одном карде с таким большим боем Папин, Асбаров. И мне интересно, каким вы видите этот поединок, да вот как чисто, как любители даже бокса. Саша, давай с тебя начнем. Как ты видишь этот бой? Два высококлассных бойца. Вот, у Сасла, насколько я знаю, там много по любителям боев. Международник, по-моему. Да, вот. У Алексея, он профбоец, у него много боев профессионального уровня. Вот, так как они дерутся на платформе по профикам, вот, я думаю, что это будет иметь большое значение. Опыт. Бой покажет, я уже высказывался насчет этой темы, что кто сможет навязать свою стратегию поединка, тот и будет, тот и будет преобладать, тот и будет иметь преимущество. Я буду болеть за Алексея, вот, я с ним хорошо общаюсь. Надеюсь, он победит. Помимо того, что у Леши искал его профессиональную карьеру, Леша выиграл все, что можно по кикбоксингу. В любителях, понятно, но спортсор, но смежный. Все, что можно выиграть, Леша выиграл. Ислам, а ты, как видишь, этот бой? Не знаю, там, нокаутер против игровика. Ты же вот боксировал с Асланом, у тебя есть? Ну, я больше думаю о своем бою, я не знаю, там будет, будет, как подерутся, так подерутся. У меня там свой бой, так что я думаю о своем бою. У них просто я скажу, папин нокаутер, Ассасан, не игровик, будет неплохой бой. На пресс-конференции Ислам, у тебя было какое-то недопонимание как раз с Асланом, подсел, что мне нужен кислородный баллон, да? Ты ему слова подбирай свои. Какие слова? Слова подбирай свои. Я слова подбираю, ты тоже подбирай свои слова, когда про меня говоришь. В чем я первеначал? Ты же первый начал. Сослан, давай пойдем. Сослан, не надо, я тебя прошу, никаких хулик, Сослан. просто поговори. И в интернете, естественно, люди ворвались в комментарии сразу и пишут, все есть, так подчеркнуть, такой контекст, что Сослан поставил ислама на место. Меня никто никуда не ставил. Просто выше у нас было непонимание, мы с ним пообщались, поняли, что там, ну, друг друга не поняли в каких-то моментах, зашли обратно и все. А то есть вы пообщались к чему-то, пришли? Да, пообщались, да, поняли, что где-то там я его не понял, где-то он меня не понял, ну, где-то там чуть-чуть друг друга не допоняли, мы там пообщались, узнали, просто, ну, дали по рукам, зашли обратно и все, ничего такого не было. Саш, вот сегодня уже ислам тоже проговаривал Да, если брать вот именно индустрию, да, то есть у Ислама уже боев достаточно, у тебя боев достаточно в кулачке. Если рассматривать ваш бой на голых кулаках, насколько тебе это потенциально было бы интересно в будущем? Да, я думаю, вполне возможно и такое противостояние. Видишь, у нас за мамой сейчас чуть не случился бой на кулаках. Но за то он хотя бы заплатит, если когда-то случится. Поэтому, конечно, рассмотрим в дальнейшем. Если какая-нибудь или где-то предложат, я с кайфом всегда готов. В любое время готов. Если какая-то лига мне скажет, ну вот бой с севером на кулаках, я сказал, с кайфом. Я знаю, он еще по АМА выступал, да, и по АМА с кайфом тоже. По любым правилам готов. По ММА, да, у тебя тоже были бои? Не-не, по ММА нет. У тебя же база АМА была какая-то, ты же по АМА тренировался, выступал. Не, ни разу не был. Или я ошибаюсь, или я с кем-то, походу, перепутал тогда. Я с бокса зашел. Если кулаки на хардкоре, это для тебя возможная история? Учитывая ту футболку, в которой ты сейчас находишься. Эта футболка, ну, в чем был, в том и пришел. Все возможно, мы открыты для предложений. Нет никаких контрактов. Есть Виталий. Придут предложения интересные, обсудим. Мы на кулаках и по боксу. Любые предложения мы открыты. Так что... Ислам, ты когда бился против Ананина за временный пояс Лиги Хардкор, ты до сих пор считаешь, что в том поединке судьи его вытащили? И есть ненависть к Виталию и по сей день? Конечно, я хочу подраться. Я хочу забрать то, что принадлежит мне. Этот пояс мой. Это реально мой пояс. Потому что этот бой, я считаю, я забрал. Ну, в последний тренаж сели. Ну, не знаю, все, кто были в зале, мне подходили, говорили, ты выиграл этот бой. Ну, они все были удивлены. А разговоры, например, с Лигой Хардкор, с руководством, что, возможно, незамедлительным реваншем? Ну, я говорил, ну, они, видишь, им же не выгодно этот боец Прайда. Прайд, давайте, основной спонсор, кажется, да, Хардкора. Ну, им же не выгодно, им выгодно тащить своих бойцов из Прайдовских. Не хотят они, походу. Они мне предлагали, забыл, с кем-то сам боксировал в Дубае. Глентон. Против Глентона, там, чтобы я подрался, типа, и кто выиграет, потом вот тот поддерется либо со Саной, либо с Ананим за поезд и так далее. Ну, блин. Ну, Сананин, они мне пока не хотят ни на кулаках, ни по ММА. Хотя он по ММА тоже горел со мной в желании драться, но по Туху его нету. Как бы он, хоть он, как бы, выиграл поезд, но никому не интересен. Ну, пропал, его нету, нигде не видно. А ты после того боя так бросил тейпы на канвас, и многие подумали, что ты уходишь, в принципе, завершаешь карьеру в кулачке, но потом появится на том, что... Не, я дал понять, что пока мне реванш с Ананим дают, ну, блин, я реально считаю, что я выиграл, пока не дают. Я в лигу хардкор именно в кулачку, я не вернусь туда. Кулачка хардкора для тебя пока эта история закрыта, да? И ты не будешь там проводить какие-то бои, если этого не будет боя с Ананимом? Нет, да, только Ананим. А почему Ананим такая принципиальная история? Помимо того, что это спортивная составляющая, это что-то личное? И спортивное, и личное что-то есть, но... Мне говорят, ты же всем по рукам дал, я ему сказал после боя, я сказал, хороший бой, показали, все, но ушел дальше, там не было, что мы что-то там давали по рукам. Нет, но и с полем есть до сих пор, я хочу подраться, я хочу забрать этот пояс обратно, то, что это мой пояс, я считаю, это мой пояс. Я реально забрал последний три раунда. У нас был пяти раунд, бой, я последний три раунда. Да, первые два раунда ты проиграл, да, первые два раунда я проиграл, но остальные три я забрал в чистую. Саша, если говорить еще о возможных поединках, в которых присутствует помимо спортивной составляющей еще и личное что-то, то твой возможный поединок против Ильяса и Кубова, ты, кажется, высказывался на эту тему, насколько это, ну, осуществимо? Да, я высказывался насчет той ситуации, вот, по поводу поединка, ну, насколько я знаю, он по ММА дерется, вот, я, как бы... Мне кажется, Ильяс по всем правилам дерется. Ну, Ильяс по всем правилам дерется, но он база, борец, он же база, я машник. С датциком они дрались на руках, то есть только руки, по-моему, были. Ну, в общем, суть в том, что если будет какой-то интерес, там, если какие-то будут предложения, я готов подраться с Ильясом, не с Ильясом, в общем, все будет зависеть от предложений, вот, потому что какого-то целенаправленного к нему, там, интереса вообще особо, ну, нет, я его знать не знаю, как бы... А если будет что-то там, какой-то интерес у какой-то организации, ну, я всегда готов открыть к предложениям. Вот если говорить про принципиальное противостояние, Ислам про ваш бой с ним сказал, что это очень как раз принципиальное противостояние, и в этот день Ислам намерен закрыть все мрты. А какой настрой у тебя? И чувствуешь ли ты тоже, что это противостояние принципиальное? Ну, Ислам может говорить все, что хочет насчет этого, и может выдавать желаемое за действительное. Бой покажет, я буду выходить с боевым настроем, буду выходить за победой, вот. У него, естественно, конечно же, должны быть такие же ощущения и такой же настрой, вот. Пусть старается закрыть все мрты, ну, а я буду стараться забрать победу. Парни, я, наверное, финализирую, да, хотелось бы услышать прогноз на поединок от каждого из вас. Саш, ты как видишь ваш бой? Финиш вашего боя? Финиш. Ну, знаете, я вижу, что знаю, что у нас 6 раундов, вот. Это довольно-таки большая длинная дистанция, вот. Возможно, бой не продлится всю дистанцию, возможно. Ну, я буду, я буду настраиваться на полный бой, на полный поединок, вот. Вот, и бой покажет, бой покажет, буду выходить туда за победой, вот. Каких-то прогнозов явных, конкретных, давайте, я никогда не люблю, потому что это неблагородное дело, там, забегать, там, вперед. Вот, бой покажет, будем готовы на все 100%, даже больше. Слушай, Ислам, а ты, как видишь, поединок? Ну, он правильно сказал, бой не продлится до конца. Я заберу эту победу, причем досрочно заберу. Больше ничего не хочу говорить. Увидимся там, поговорим. Александр Северин, Ислам Жангаразов. Северин, Ислам Жангаразов.